Иван Иванович, ну как? Стильно? Не то слово. Пистолиешь, кто-то на столике забыл. Как можно было забыть такие очки? Дарю. Будет бинокль тебе, Витя. Блин, почему жизнь ко мне так несправедлива? Господи, как я устала слышать эту фразу каждый день. Что случилось? Вон, видишь, ту парочку. Я их два часа обслуживала, была с ними вежлива, улыбалась им. В общем, обслужила их по полной программе. Они мне на чай вот что оставили. Копейки. И это не аллегория. Я даже не знала, что их еще выпускают. Так, а ну давай сюда. Да уж, немного ты тут наулыбалась. Молодой человек, возьмите, пожалуйста, с дачи вашу. Ничего страшного, считайте это на чай. А, так это на чай. Иваныч, сегодня чаю обопьемся. Мы не коллекторы, последние не забираем. Если вам что-то не нравится, это ваши проблемы. И вот пойдем. Так, стоять. Что еще? Вот эта вот девушка, вот она, да, ага. Она два часа возле вас корячилась, чтоб вы из нашего кафе ушли, довольный и счастливый. А вы ей мелочь насыпали. Нет, она, конечно, похожа на Буратино, но пашет, как папа Карло. Алло, дамочка, я мог вам и этого не оставлять, но оставил. Совесть ты свою оставил, дома, в других штанах. Девушка, мой вам совет, бегите. Я таких мужиков знаю, хорошо будет только ему. А вам так, по мелочи. Да я уже поняла. Влад, мне все равно ехать надо. Подожди, ну куда ты, а мелочь? Вот она, все тут до копеечки. Кулачок, хорошо, так зажми и держи. Это я сейчас не про деньги. Шкропот! Салют! Оль, ты вернулась, у меня к тебе серьезный разговор. Я так и знала. Ты замешана в аферах своего папаши. Учти, если будет облава с ментами, ты меня не знаешь. Какая облава, какие менты? Злые, жаждащие денег. Или ты каких-то других знаешь. Вот негативное мышление – источник всех твоих несчастий. У меня негативное мышление, потому что я жрать хочу. Я знала, что ты просто так не сядешь за стол переговоров, поэтому, вуаля, пельмешки со сметаной. Все, как ты любишь. Марго, ты с ума сошла? С этого и надо было начинать. Так, и что там у тебя? В общем, дело в том, что эти чаевые, эти гроши – это было последней каплей. Благодаря им я поняла, что жизнь еще не раз попытается меня сломать. То есть, когда твоего папашу посадили в тюрьму, ты еще выводов не сделала. Молодец. В общем, я вспомнила методику, которую освоила в Лондоне. И вуаля, доска желаний. Иди ты. Ты летала в Лондон специально, чтобы научиться клеить картинки на доску? А не легче тебе в детский сад было дать? В общем, доска желаний – это очень простой, но действенный метод. Каждый раз, когда я чего-то хотела, я делала такую доску, и все мои желания обязательно сбывались. То есть, это в доске делали, а не в миллионах твоего папаши? Оля, доска желаний действительно работает. Главное – понять, чего ты действительно хочешь в настоящее время, вырезать нужные картинки, наклеить их и представлять, что уже твои мечты сбываются. Вот, к примеру, это мой дом, это моя машина, это наша с тобой пекарня, а это мой новый диван. А вот это дура, которая вновь поверила, что у тебя что-то серьезное. Оль, новый диван – это очень серьезное. На этом спать уже невозможно. А я не знаю, когда я последний раз высыпалась. Нужно подумать, тебе нужен диван для того, чтобы спать. А для чего еще? Для чего-то другого. Мне вот этот парнишка подсказал. Ага. Так что давай, хорош мне лапшу на уши вешать. Я вам твоих пельменей уже переела. Оля, мне нужен новый диван, а ты должна научиться мечтать. Я мечтаю сейчас только об одном – пойти и поспать, потому что я устала, как лошадь. Спасибо, Каштан. Надин, ты меня понимаешь, мой хороший. Эта Илона, она с ума сошла. Она из-за дня рождения Платона дом весь перевернула. Я вообще не понимаю, зачем ребенку столько места, если он еще не умеет ходить. Подожди. Илона устраивает праздник? Я надеюсь, ты ей рассказала о наших пирогах. Какие пироги? Илона даже слов таких не знает. Пироги. Вот негативное мышление в чистом виде. Ты должна от него избавиться. Единственное, от чего я сейчас хочу избавиться, это от тебя. И от твоих дурацких советов. Кто там? Утчите. Я его собирать не буду. Диван подымать? Вот видишь, мечты сбываются. Да, конечно. Мы можем помочь собрать за отдельный плат. Спасибо. Я думаю, она сама справится. Олечка, угадай, что я делала весь день. Ну, судя по тому, что ты дома была одна, глазки горят, щечки наливные, проверяла диван на прочность. Не туда смотришь. А ну-ка вот так. Заметны изменения? Так подожди секундочку. Грудь точно не увеличилась. Но от этого я ее хочу не меньше. Я подшила форму, и теперь она выгодно подчеркивает мои ноги. Твоя попка выгодно подчеркивает твои ноги. Так, а ну иди, работай, я тебе сказала. Вот тут вот приталила, тут ушила, и вуаля, это уже не просто робо, а элегантный наряд. Ты диван собрала? Ну, скажем так, я разобралась, как это сделать. То есть ты просто нашла инструкцию? Больше позитива. Зато я сделала одну очень важную для нас вещь. Я распечатала рекламные буклеты. Можешь такой один отдать уже Илоне, и начать печь праздничные траги. Да? А возле метро мне их не начать раздавать, а? Ой, ну перестань, посмотри, какие они классные. Ольга Мургунова, профессиональный... Профессиональный... Профессиональный кондитер. Я пекарь. Да какая разница? Главное, там есть наш номер. А это значит, что нам обязательно позвонят и сделают заказ. Тщательнее массируем область между лопаток. Там много блоков из-за кавер, у ребенка копится стресс. Стресс. Стресс у ребенка копится, потому что у него мамаша прибавахнутая. Всем привет! А у кого сегодня день рождения, а? Оля, тише! Мы сегодня говорим специальным спа-голосом. А, источаем благовоние. Извини, Элона, но это за отдельную плату. Оля, у Платоны день сегодня расписан по минутам. У него после массажа хамам, а потом ароматерапия, потом пилинг, а потом шоколадное обертывание. Да, и смотри, чтобы он не ел шоколад. Ему нельзя не швейцарский. А, кстати, о сладком. А, Элона, вы же наверняка будете заказывать себе десерт. И я подумала, может, предложить, а почему бы нет. Чем черт не шить? Нет, но лучше бы да. В общем так, я сегодня иду на встречу с одним очень крутым геем. Ого! Звучит угрожающе. Он организует безумно веселые вечеринки, но без... Представляешь? Ух ты! А у вас такое бывает? А я сама только узнала. Но мне кажется, это то, что надо. Платон уже год исполняется, а не 18. Так, я побежала, а ты не забудь, что после обертывания у него автозагар. Хочу, чтобы он был встан к моему платью. Ага, пойдем. Что и требовалось доказать. Так, ну-ка, ну-ка, что мы тут рисуем? О, собачка в платье. Это что, намек на то, что все женщины собачки в платье? Да нет, вчера в баре на самом деле видел собаку в платье. Причем, у нее платье было длиннее, чем у ее хозяйки. А знаете, что самое смешное? Чем? Это кобель. Да, я. А я сейчас прорисую, подожди, там я не успел. Не-не-не, не надо прорисовать. Пусть останется так. Распишись мне, пожалуйста, на память. Давай-давай. Ой, ну, ну, хоре. Все равно моя картина ничего не будет стоить, пока я жив. А ты думаешь, я тебя зачем в наше кафе есть зову? Ой, клоун, короче, дай сюда. Эх, Оля. А? Ну, когда я будет найду я себе женщину с чувством вибра, как у тебя. Женюсь. Да? Психаную, женюсь. Подожди. Я с утра вроде женщиной была. Да? Ну, если мне ничего там не подрисовали. Тогда... Тогда... Ольга. Тогда. Сейчас в позу. А ну. Ольга. Выйдешь ли ты за меня замуж? Пойду. Так, я, это, что-то... А я, наверное, перебрал. Я перебрал, скорее всего, да, и мне немножко ведет. Я надо сейчас пойти принять спать и лечь в душ. Наоборот. Не буду ложиться, не буду подпринимать. Я... Я... А вот... А я... А я все тогда... Иди, иди, иди. Олечка? Это что такое сейчас было? Я тут случайно, одним глазом, пристально за вами наблюдал. Ты с ним флиртовала? Так. Ты что, выберешься вообще? Тоже мне, отелло кухонный. Это друг мой. Да. Это кому ты обманываешь? Между вами сейчас такая искра пролетела. Мой мангар чуть не сошелся. Он у тебя и не потухал. Тоже мне. Люля-кебабник. Иди, работай, говорю. Иди, работай. Так, Оля, я на сегодня закончила. Все мои столы закрыты. Скажи, пожалуйста, Тейлона не отдала нашу рекламу? У нас будет большой заказ. А, извини, пожалуйста. Я пыталась, но не получилось. Не получилось? Оля, я думала, что ты даже не знаешь такого слова. Увы и ах. А еще я знаю несколько слов. Унижение испытывать, когда себя навязывать. Почему навязывать? Можно просто подойти и сказать, Илона, привет. Мы с подругой открыли свой бизнес по приготовлению вкусной домашней выпечки. Вот наша реклама. И, пожалуйста, расскажи о нас всем своим друзьям. Иу, спасибо. Господи, как же я раньше не могла догадаться, что вечеринка не может до Амурной пройти без дюжины пирогов. Спасибо. Думаешь, она так сделает? Ну да. А я думаю, что она вот так сделает. Бинго. Бинго. Привет. Как дела? Ну как, Платоша? Похож на маленького мачо? Скорее на Кенни-Вест. Нет, больше на Джей-Зи. Джей-Зи такой же пухлый. Девушка в салоне перестаралась автозагаром. Я теперь не знаю, что надеть. Надень на него пальмовые листья вместо памперса. Я думаю, проблем решится. Ну при чем здесь Платон? Я говорю про себя. Да, Платон должен был быть в тон к моему платью. Но ты что, забыла? Сегодня день и кошмар. А еще этот гей подвел. Оказался натуралом. Хуже. Его перехватила Седокова. А я глупая. Думала, что мы с ней притворяемся подругами. Так обидно. Теперь придется все организовывать самой. А я даже не знаю, где сказать десерт. Это конец. Платон мне этого никогда не простит. Элона, у меня тут организовалась недавно одна подработка. Я профессиональный кондитер. У тебя проблемы с десертом, я слышала. Поэтому я могу легко их решить. Вот. Я пошла работать. Так, не поняла. Оль, ты не представляешь, этот матрас такой мягкий, удобный. Я лежу на нем, как будто на облачке. Это потрясающе. Зашибись. Я ее, значит, жить сюда позвала. А она мне тут наркопритон устроила, а? Ничего не устраивала. Ну как ты не устраивала? Матрас на полу. Ты говоришь про какие-то облака. Ты явно под кайфом. И правда, этот матрас ввел у меня какое-то эйфорическое состояние. Поэтому тебя так сильно размотало, и ты не собрала диван. А я, между прочим, выполнила условия нашего договора и втюхала Илоне этот буклет. Что? Ты отдала буклет Илоне? И что она сказала? Она согласилась? Не важно, что она сказала. Главное, что я его втюхала. Разговор закрыт. Подняла пятую точку, пошла собирать диван. А, насчет дивана не переживай. Я уже практически решила этот вопрос. Я сделала то, что красивые девушки делали во все века. Попросила парня. Господи, бедный парень. Бедолага. Я представляю, он услышал в трубке женский голос и про диван и побежал за презервативами. Подожди. Насколько я помню, у тебя нет знакомых парней. Ну, теперь есть. Вова. Мой Вова? В смысле, Вова художник? Сейчас же ему позвони и скажи, чтобы он не приходил. Понятно? Потому что не надо, чтобы он был здесь. Мне это еще... Тем более мы не очень хорошо расстались с ним. Не могу поверить. Вы что, с ним переспали? Хуже. Он сделал мне предложение. Да, вот, смотри. Вот, встал на колено и предложил выйти за него замуж. А ты? А я, дура, согласилась. Это так бюджетно. Ну, так романтично. Так, это глупо и нелепо. Понятно? Я себя идиоткой так никогда не чувствовала. Почему? Потому что, я не знаю, серьезно он или просто пошутил. Я говорю, что села? Быстро пошла звонить. О, а вот и мой спаситель пришел. Твой спаситель на крестике. А это мой, мой художник. Да он подумает, что я маньячка. Тут везде его картины висят. Ой, все открыла. Вот дрянь, а что? Этот домофон, когда не надо, он работает, а? Да, ты прям маньячка. Господи, я не замечала, что их здесь так много. Неудивительно. Вообще, мой папаша воровал, ты тоже не замечала. Вот что ты за человек, я же помочь тебе хочу. Вот что мне теперь делать? А я даже не знаю, как себя вести с ним. Ну, попробуй с ним поговорить, выяснить, что означало это его предложение. Ну, я не знаю. Иду, иду. Давай, иди, открывай дверь. Я? Да, конечно, ты. Давай. Диванного мастера вызывали? Слышь, мастер-фломастер, а то что без инструментов? Ну, я рассчитывал, что в этом-то доме я найду, наконец, штопор. Штопор? Нет, штопора нет. Здесь приличные девочки живут. А-а-а. Ух. А тогда, пардон, извините, а кто из вас приличный, так, диванчик? Вообще-то он новый, его надо только собрать. Мне тоже надо собраться. А то эта бутылочка сегодня не первая. У вас хотя бы отвертка-то есть? О, смотри-ка. А я всю голову ломал, куда они деваются. А, это я приклеила. Мне просто очень понравился рисунок, честно. Оля была против, сказала, что это за фигня такая. И зачем вообще эти каляки на стену вешать. Ну, это вы просто еще музей современного искусства не видели. Ну, ладно, что, приступим? Бери, приступай. Давай, сделай хоть что-нибудь своими руками сама. А то, у меня такое ощущение, что у нее две руки, но обе левые. Так, ладно, без паники. Сейчас мы вот эту вашу наркологическую зарисовку превратим в достойное ложе. Слышишь, искусствовед, а ты вообще в курсе, что я живу в одной квартире с кобылой? Оля, мне кажется, Марго нас слышит. Очень смешно. Нет, я серьезно. В смысле? Да, у меня живет лошадь. Ну, если это можно назвать, конечно, лошадью. Да пойдем, пойдем на балкон, я тебя познакомлю. На балкон. Да, пойдем. Да ладно. Спроси у него насчет предложения, вдруг он серьезно. Да? А если не серьезно, я буду выглядеть как идиот. А если серьезно, ты будешь выглядеть как невеста. Только мы с... Я вижу, вы уже подружились. Как тебе мой сожитель? Я надеюсь, ты его на скаку остановила. А что, тебе осталось только хату спалить и все, уже будешь как настоящая русская баба. А то так не видно, да? Угу. Ой, ты когда-нибудь бываешь серьезно? Кстати, бываю. Но потом нахожу штопоры как-то, серьезно, как рукой. А еще краски, они становятся такие яркие, насыщенные. Угу. Да. Угу. Особенно синие. Я понимаю, что кто-то захотел винишко. Аллилуйя. При помощи конферматов синяя 70 присоедините по личной основании по заменному углу. Ставьте ломели в ломере держателю. Также лучше заранее установить цапки 9 сантиметров. Блин, единственное знакомое слово здесь это сантиметры. И как вообще можно вести влог с такой рожей? Окей, Гугл, как собрать диван с Сергеем Лазаревым? Да ты, может, ключ не имеешь для другой. Блин. Ну, что там с пробкой-то? Она как в пятницу в Москве, ни туда, ни сюда. Да еще, это пони. Не люблю, когда на меня так осуждающе пялится. Дай сюда. А то вино сухое, это уже он весь мокрый. Может, лучше, не знаю, отвертку взять? Не надо, она Марго нужнее. Блин, Марго же, надо помочь. Так, знаешь что, помощник нашелся. Пусть научится хоть что-то делать в этой жизни сама своими руками. Талантлива. Угу. Блин, спачкалась. Есть салфетка вытереть? Какие салфетка? Свои люди. Ну, сладкая. А ты говоришь, полос. Ты, Володя, иди, наверное. Куда? На Кудыкину гору. Куда? Домой пора тебе. Угу. А Марго диван? Ничего, она как наркоша поспит на матрасе. Она уже привыкла. Ага. Тогда все, я пошел, да? Да. Тогда и спокойной ночи. Все, спокойной ночи. Так, вино — это подарок. А я по пожарной лестнице. У нас нет пожарной лестницы. По трубе, по трубе. По дереву. По дереву. По дереву очень удобно. Что так. Экология, да? Да. Спокойные ночи. Спокойные ночи, Экология. По дереву. Боже вас! Я в порядке. Что? Не обязательно заканчивать дорогущие курсы, чтобы выглядеть неотразимо. Главное быть естественным. Представляешь, я забила в поисковике Сергей Лазарев, а он меня выкинул на какую-то ссылку с гейми. Но здесь столько всего интересного, здесь есть разделы, мейкап, спортивное питание. Разделы, давайте бабоньки соберем диван там, нет? Посмотри внимательно. Оль, да ладно тебе. А где Баба? Гулять пошла. С полкона? Да, у них у художников сейчас фишка такая. Да тихо, тихо, тихо. Марго, ты первая девушка за всю историю, которая занимается сексом не на диване, а с диваном. Да, да, я безрукая и беспомощная. И все, что я могу сделать своими руками, это прямо сейчас их опустить. Все, с меня хватит. Пусть я целую вечность буду спать на старом диване и получать жалкие чаевые. А лучше я вообще буду сидеть и плакать. И ждать папу. Двадцать лет? Этого мне еще не хватало. Знаешь что, нытик, я тебе помогу, но в последний раз, поняла? Да. И никаких обнимашек, твоих бупусяшек, вот этих всех. Я просто помогу тебе собрать этот чертов диван, поняла? Так, мне нужны плоскогубцы, отвертка и кусок пирога. Ага. Не могу поверить, что теперь у меня есть свой диван. Проснулась? Да, есть. И он здесь стоит, благодаря силе мысли и моим рукам. Что я вижу, у кого-то появилась своя доска визуализаций, и ты повесила на нее нашу пекарню. Еще одно слово, и ты будешь висеть вместо этой карточки. Номер неизвестный, кто бы это мог быть. Это Илона, откуда она знает твой номер? Наверное, из рекламных буклетов, которые ты ей дала. Это насчет пирогов. Включай громкую связь. Алло, вы позвонили в домашнюю выпечку? Я знаю, я нашла вашу рекламу в детской, не понимаю, как она тут оказалась, но у нас скоро праздник, и мне нужен десерт. Домашняя выпечка – это отличный вариант для любого праздника или вечеринки. Мы можем предложить вам пироги на любой вкус. А вы мне еще блины с икрой предложите. Это детский праздник. Мне нужны обычные десерты. Тирамису из Терхази, но манговый чизкейк – это худой конец. Мы начинающая компания, поэтому пока что специализируемся только на пирогах. Но в будущем мы откроем… На будущее! Кондитер печет тортики и вкусняшки, а пироги печет пекарь, ну или бабуля какая-нибудь. Чао! Класс, это отличная новость! То, что она трубку бросила? Это просто замечательно! Ты дура, что ли? Я столько унижалась, а толку никакого! Олечка, ты ошибаешься. То, что Илона нам позвонила, это доказывает, что наши рекламные буклеты, они работают. Плюс мы сами соврали диван, и ты начала верить мечты, и я вообще будешь подумать, что будет дальше. А! Оль! Оля! Ну нет, дальше сама, своими ручками, своими силами. Пать с меня. Так, ну что, красотулечки, будем рассчитываться? Или же вы еще не всем косточки перемыли? Милочка, вместо того, чтобы лезть не в свое дело, вы бы лучше стол протерли. Да они вообще про уборку не слышали. Я тебя умоляю, какая уборка? Скажи спасибо, что тебе чай горячий принесли, хоть и несли полчаса. Если вы хотите знать наше мнение, то обслуживание у вас отвратительное. Тише, тише, девочки, ну сбавьте обороты, вы же не в поликлинике. Но я не виновата, что пенсионеров столько проблем, что они с утра уже не в настроении. Так что свое недовольство, милочка, оставьте для районных наркоманов. И, кстати, если я хотела бы знать ваше мнение, я бы уже давно вступила в КПРФ. Хорошего дня. Иваныч, прикинь, говорит, а что это у вас с картой нельзя расплачиваться? Я говорю, у нас директор суеверный, он это кафе чуть карты не проиграл. Оля, я думаю, тебе эту шутку надо будет повторить через пять минут. Чего, склероз замучил? Да нет, не мне, а вон, молодым людям за пятым столиком из делового центра, который недавно построили, одеты с иголочки. А я ведь помню времена, когда хорошо одетые люди в нашем кафе, означало только одно у Сергеича проблемы. Кстати, давненько никто не захаживал к нам из солидных людей. Иваныч, сплюнь, и что? Оля, видишь вон ту компанию? Это крутые бизнесмены. Знаешь, как я догадалась? Может быть, потому что они из делового центра? Нет, они не стали заказывать бизнес-ланч. А еще они попробовали твои пироги и попросили позвать человека, который их испек. И я сказала, что позову. Так что иди, пообщайся с ними. Да не пойду я. О чем мне вообще с ними разговаривать? Он, посмотри, сидит он, куриную ножку вилочкой и ножиком ест. Мы тищенские аристократы, прям терпеть не могу. Оль, это будет твоя первая деловая встреча. Ну иди поговори, чего тебе стоит? Здрасте, звали? Девушка, это вы готовили эти пироги? Я и что? Я сразу предупреждаю, если вам не понравились, мы деньги не возвращаем. Вообще-то ваши пироги нам очень даже понравились. Они восхитительные. Нет, обалденные. Вы просто пироговый ас. Да ладно. Да что там, ас. Обычное тесто, начинка, в печку кладешь, и потом режешь, и все. Просто обалденные. Лично я давно ничего подобного не ела. Вот жаль, что они не продаются в кофейне рядом с нашим деловым центром. Вот, а у нас продаются. Поэтому всегда рады видеть вас в нашем кафе и угостить вас вкусными пирогами. Пирогами, вот, приходите. Вот, приятного аппетита. У нас много, большое, и с картошкой, и с мясом. Ну, в общем, это... Ну, что, чего они хотели? Ну, что, я подошла. Говорю, что хотите? Она говорит, пироги выпекли. Я говорю, я. Ну, говорю, мы, учтите, мы деньги не возвращаем. Она говорит, а не надо. Очень вкусные пироги. Я думаю, наверное, стебутся. Смотрю, мужик тоже вот так гривой машет. Обалденные пироги, говорит. Вот, видишь, я тоже тебе всегда говорила, что у тебя очень вкусные пироги. Нет, самое главное, понимаешь, они сидят вдвоем, едят, довольные такие. И она говорит, как жалко, что такого кафе возле нашего офиса нет. Вот, а я говорю, приходите к нам. У нас пироги всегда есть, свежие, начинки разные, мясо там, картоха там. И самое, что приятно, понимаешь, что мне первый раз в жизни комплимент сделали без мата. Вот как так? Просто так бывает. Я снова скоро стану богатой, стану богатой. Сосновская, а ты что такая довольная? Все-таки батя спрятал пару лямов и сказал, куда. Я их скоро сама заработаю. Сегодня Оле предложили продавать наши пироги в бизнес-центре. Вы же понимаете, чем это все обернется? Нам с Олей не надо будет работать официантками. Рад за вас. Но пока-то вы официантки, так что быстро под нос взяла, иди работай. А, и еще. Здесь, между прочим, тоже можно заработать. Только юбка покороче нужна. А вы-то куда? Куда-куда? Никуда-куда, денег не будет. Так, тварь, дыхать. Ну, приветик. Привет, Володь. Присаживайся, я сейчас Олю позову. Не-не, подожди, не обязательно. Лучше ты нас обслужишь. Кстати, знакомься, вот мой друг Георгий. Это Марго. Вот. Мамма миа! Санта-Лючия! Что за красопедка? Какой у вас интересный итальянский. В общем, присаживайтесь, я сейчас принесу меню. Ты грузин или малолетка, а? Ты бы еще вспомнил про мешок красоток и великана. Вов, ну ты когда сказал, что она симпатичная, я думала, что она симпатичная. Она именно симпатичная. Вот я и растерялся. Вот меню. Как будете готовы, позовете. Володя, по-моему, тут проходил великан с мешком красавицы и обронил одну из них. Ну зачем ты мне сказал про этого великана, а? О, Вовка, привет. Привет. Здрасте. Здрасте. Это Марго стол. Сейчас я кого-нибудь выгоню и пересажу. Не-не-не, нормально, нормально, нормально. Мы по-быстрому просто кофе попьем и все. Да? Да. А, хорошо. Только помни, кофе у нас очень горячий и плохо отстирывает Саша Штанников. Видала, Вова на твоей территории. Вот я тоже не понимаю, почему он не сел за твой столик. Он же каждый день к тебе приходит. И вы с ним вроде как лучшие друзья. Ну или больше, чем друзья. Рот закрой, пожалуйста. Мы с ним просто друзья. Понятно? Просто друзья. Усекла? Да. Вот ей иди. Он ждет твоего кофе и твоей компании. Оль. Вова, что ты здесь делаешь? Я сказала, посторонним сюда заходить нельзя. А с каких ты пор я стал тебе посторонним, Оля? Ой. Короче, там Сим не на твоей половине. Потому что мой этот друг Жора, он меня заколебал. Хочешь, чтобы я с кем-нибудь познакомил. А я думаю, что Марго, это прям вариант. Да ладно? И давно ты в свахе записался? Как только узнал про секс. Теперь всем друзьям его прям советую, рекомендую. Короче, можешь мне помочь? Угу. По-женски с ней поговори, скажи. Ой, какой парень симпатичный, Жора. Давно бы с ним зажгла, только видно, ему нравится Марго. Ну, вот это вот, знаешь, классическая чушь. А, теперь ты и меня в свахе записал. Ну. Володя, ты же знаешь, мои услуги стоят очень дорого. А, ну, хорошо, придумаем что-нибудь. Есть у меня пара знакомых, хоть многих ребят. Может, подберем тебе кого-нибудь. Жарко здесь. А ведь мы в холодильнике. Вася! В моем холодильнике. Я не Вася, я Вова. Я просто ее друг. Да? Пришел сказать привет. Сказал. Ушел. Это кто сейчас был? Твой ухажер? Любовник? Хахаль? Он же сказал, это мой друг, Вова. Пришел сказать мне привет. Оля, зачем тебе привет от этого взяблика? Отвечаю. Отвечаю. Мой привет гораздо качественнее, мощнее, интенсивнее. Слушай, у тебя явно проблемы. Хорошо, что есть топор, чтобы их решить. Симпатичный молодой человек, но не мой тип. Просто тебе не нравится, грузины. С чего ты взяла, что меня вообще волнует национальность? У меня были разные мужчины. Однажды у меня даже был роман с испанцем. О, Хуан. Ой, не говори, сама устала, как собака. Так, что ты говоришь, как тебе, Жорик? Оль, пожалуйста, давай закроем эту тему раз и навсегда. То, о чем я сейчас точно не думаю, так это парни. Кстати, ему 25 лет. Оля, единственный мужчина, который мне сейчас нужен, это мой отец. А если мне захочется ласки, то я всегда могу обнять каштана. Каштанчик? Отношения, на которые я сейчас настроена, это только деловые. Поэтому, пожалуйста, давай съездим в бизнес-центр и устроим презентацию твоих пирогов. Презентацию? Пирогов? Это что, смартфон, что ли? Нет, ну я, конечно, могу яблочный пирог испечь и с краю его надкусить. Оль, я все устрою, тебе не о чем волноваться, я тебе обещаю. А я тебе обещаю, что нас попрут с этой презентацией, с нашими пирогами. И ты пожалеешь, что ты не пошла на свидание с 25-летним грузином, красавцем и не занялась с ним. Оля, об этом я вообще думаю в последнюю очередь. Я уже даже забыла, как у них там все это устроено. Да? Поэтому ты себе всячески об этом напоминаешь. В каком смысле? Оля, это овощи. Я люблю овощи. А бананы – это калий. К тому же бананы восстанавливают серотониновые связи. А серотонин – это гормон радости. Должна же у меня быть хоть какая-то радость в жизни. Марго, это природа. Оля, моя природа хочет, чтобы мы поскорее выбрались отсюда. Поэтому, пожалуйста, давай сходим в бизнес-центр. Я тебя умоляю. Хорошо, мы пойдем в бизнес-центр завтра. А сейчас, пожалуйста, исчезни с моих глаз. Я в душ. Оля, еще одна пошлая шутка. Симпатичненькое место. И смотри, здесь все такое винтажное. А, если дома обои отодрать, так же вылезить будет. И все столики заняты. Наши пироги здесь будут разлетаться, как горячие пирожки. Извини за таптологию. Ничего, я привыкла к твоим лабутенам. Вот раньше, раньше здесь была шаурмяшная. Такую шаурму вкусную делали. Даже ночевать пускали. Оля, давай мы с тобой закроем дверцу в твою невероятную прошлую жизнь. И не будем ее открывать до того момента, пока не доделаем все наши дела. Или, Оля, давай никогда не будем ее открывать. Тем более, вон администратор. Это что за горгона? Ее змеи нас не покусают? Так, понятно. Говорить буду я. Здравствуйте. Вы что-то хотели? Здравствуйте, меня зовут Марго, а это Оля, мой бизнес-партнер. А вас как зовут? Махамая. Какое замечательное имя. Это санскрит. О, Господи. В переводе означает «великая иллюзия». О, Господи ж ты, Господи. Это имя мне дал мой учитель по йоге. Ну, понятно, что не родители. В общем, Майя, мы к вам с деловым предложением. Мы недавно открыли свой бизнес по приготовлению домашней выпечки. Вот наш проспект. И предлагаем нашу продукцию близлежащим кофейням и кондитерским. Вот продукция. Оля, представь. Представляем вашему вниманию пироги. Пироги с капустой, пироги с мясом. А также есть у нас и сладкая начинка. Яблочно-брусничная. Уверяю вас, что фаворитами продаж в вашем кафе станет именно яблочно-брусничный пирог. Из мягкого теста, со сладкой, тающей во рту начинкой. Пожалуйста, попробуйте. Знаете, спасибо, но нет. А вы даже не попробовали? Можно узнать, почему нет? Он недостаточно красивый. Чего? Ну, может быть, мы не будем делать поспешных выводов. Вы попробуйте. Ваше мнение изменится. Вы даже не представляете себе, какой он вкусный. Подожди, вкусный. В смысле он недостаточно красивый? Ну, он симпатичный. Симпатичный домашний пирог. Ну, обычный такой. А гастрономические пристрастия наших гостей более изысканные. Поэтому мы предлагаем им более профессиональную продукцию. Он недостаточно красивый. Так, мне все это надоело. Слышь, ты иллюзия обкуренная. Это мытищи. Гастрономические пристрастия здесь шаурма в лаваше. И, будьте любезны, свой вот этот шарм засуньте куда поглубже. Пошли. Намасте. Намасте. Привет, Иваныч. Ой, Оленька. А что это ты сегодня без пирогов? А вот решила сделать выходной. Ну, должен же быть у меня когда-нибудь выходной. Помнится мне, в семьдесят восьмом я взял выходной среди недели, чтобы пойти на концерт Бонни М. А меня уволили, как диссидента. Ты был диссидентом? Да. Тогда любой был диссидентом, кто брал выходной среди недели. Олечка, извини, я опоздала. Я была в магазине «Все по 49» и купила нам с тобой набор «Все для выпечки и украшений». А еще я нашла на ютубе канал «Учимся готовить красиво». Представляешь, мы с тобой научимся делать кондитерские розочки. Классно, да? Зачем пирогам розочки? Они что, на свидание к пироженам пойдут? Ну, это я к тому, что красота товара – это еще одна грань кулинарного бизнеса. У людей появится выбор. Они захотят красивые – получат красивые. Захотят домашние. А где домашние? А я решила сегодня не печь, не делать выходные. Олечка, вот два слова «конструктивные критики» и ты же опускаешь руки. Оль, а может, Махамая была права насчет красоты? Баба Ягая с гнездом на башке, а ведет себя как ведущая модного приговора. Это драйды и это модно. Да мне все равно, это выглядит как мусор из пылесоса. Оль, нельзя судить о человеке по его прическе. Человек, который полжизни посвятил этой прическе, можно. Мне кажется, что ты перегибаешь палку. Красота – это нормально. Все стремятся к ней. А я не все. А, я поняла. Ты просто боишься, что у тебя не получится. Вот ты на нее и накинулась. Лучше бы ты на Жорика накинулась, а от меня бы отвалила. Оль, тебе просто надо научиться готовить красиво. И нет ничего постыдного в том, что ты чего-то не умеешь. Это как в детстве. Помнишь, когда ты не умеешь еще играть на фортепиано? В детстве? Ну, ладно, неудачный пример. Ну, или как, как, как кататься на коньках. А, ну, я провальсь тогда не говорю. Да, будь любезна. Оль, ну, пожалуйста, 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 пожалуйста. Я так старалась. Я искала простое место, простые курсы. Я знала, что ты не пойдешь в пафосное место. А ты знаешь, как нелегко найти не пафосное место в Москве? Да что ты ко мне доколупалась, как пьяный до радио, а? Ладно, но только ты пойдешь на свидание с Жориком. Окей, но чур никакого секса на первом свидании. Вообще-то это не от меня зависит. Всем хай! Ой, девочки! Вы пришли на курсы «Учимся готовить красиво». И здесь вы научитесь готовить красиво! Ну, мы это уже поняли. Девочки, мы ведем несколько блогов к красоте. И вот эти курсы, где научим вас делать из еды конфетку! А сейчас, девочки, пусть каждый из вас представится и расскажет, для чего сюда пришел. Меня зовут Люда. Я пришла на эти курсы, потому что фотки моей еды никто не лайкает. Ай-яй-яй, но... А я Альбина, и у меня та же самая проблема. Че я только не выкладывала. И рожица из глазуньи, и стихи Ахматовой. Вау! Короче, все, милая. А вы? А у меня единственная фотография с едой, которую лайкают, это где я собираюсь откусить сосиску. Еще и комментарии всякие дебильные оставляют. Придурки. Няшка. А ну а вас? Что сюда привело? Меня? Да, да. Вот эту. Здравствуйте, я Марго, а это Оля. Мы с ней партнеры. У нас свой пироговый бизнес. Правда, мы тищах, но зато свой. И Оля печет, а я продаю. И можно сказать, что мы очень даже преуспели. А благодаря вашим курсам мы научимся продавать нашим пирогам более товарный вид. И сделаем из нашего бизнеса конфетку. Девушка, если вы продолжите болтать, здесь вообще никто ничему не научится. Что за фигня? Ну а начнем мы с основы. Цветочка глазури. Да-да, именно с той самой сахарной розочки, которую так все любят с детства. А если любят, значит лайкнут. Итак, девочки, возьмите, пожалуйста, каждая кондитерский шприц и, повторяйте за Полиной, одну петельку, затем еще одну. И так пять раз. И вот, у вас получился цветок с пяти лепестками. Все просто, мои хорошие, пробуйте. Так, прикольно. Вот одна петелька, вот еще. Девушка, вы что, не видите, что это не петелька? Вообще-то это петелька. Полина, это петелька? Это не петелька. Это не петелька. Ладно, начнем сначала. Вообще-то это была петелька, а не какие-то неадекватные. Согласна. Валим отсюда. Нет, Оля, мы сюда пришли учиться. Кстати, у тебя классно получается. Да ну, как ула какая-то. Девочки, вы что, еще не закончили? Если вы реально хотите чего-то достичь, сделать все нужно четко и быстро, понимаете? О! Одна из них у меня точно сегодня в петельке окажется. Способная. Помоги розочку сделать, а? Давай, давай, по-сестренски. Отстань. Ты овца, блин. Итак, девочки, время вышло. Давайте посмотрим, что у вас получилось. Что это? Это минимализм. Называйте как хотите, но только это не розочка. Вообще-то это очень-очень стильно. А вот в чем-в чем, о стильных вещах я разбираюсь. Если хотите знать, меня этому научил глава Токийского института Экибаны, который, между прочим, давал мне частные уроки. По его мнению, у меня дар видеть прекрасное. Он мне всегда говорил, пандана, саванна, анатальдис. Японцы, они очень экспрессивные. Очень рада, но это не годится. Не годится. Ну, а у вас как дела? А у меня чуть-чуть времени не хватило, но я сейчас увидела. Не хватило? Вы же говорили, что вы печете или что вы там делаете. Короче, не важно. Девочки, что бы вы ни делали. Но если вы это делаете так же медленно, о каком успехе может идти речь? Девушка, дайте мне, пожалуйста, ваш знаменитый пирог. Хорошо. Но только подождите пару дней. Итак, девочки, домашнее задание. Завтра каждая из вас должна принести по пирожному, украшенному красивой розочкой. Вы две. Можете украсить ею пирог. Или послезавтра. Девочки, успеете? Успеете? Да капец, ноги моей здесь больше не будет. Так. Да, 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 да. Да что за... Дец какой-то! Оль, уже три часа ночи, ложись спать. Ты мне еще нервы не мотай, а? Что я опять не так сделала? Ничего хорошего, как всегда. Зачем вообще ты меня поперла в этот салон красоты для пирожных? Раньше ни о чем не думала. Просто пекла пироги. Нет, сейчас я должна стоять и делать эти вонючие розочки. Ну и плюнь на них. Ты была права, когда говорила, что не надо ходить нам на эти курсы. Это пустая трата времени. Так же, как и свидание с Жорой. Ой, а что такое? Твой грузинский мачо не смог тебя порадовать. Да он ведет себя, как какая-то малолетка. У Арама подкаты и то взрослее. Так что давай, завязывай, ложись спать. Фиг там. Ты что думаешь? Я их делаю из-за любви к прекрасному? Я хочу этим курицам нос утереть. И сказать, что у меня розочки гораздо красивее, чем у них. У меня розочки будут красивее, чем они обе. Вот покажу им, докажу, а потом возьму эти розочки и засуну. Оля! И потом пошлю их прям. Оля! Так что, давай, дорогая, не мешай мне. А то я тебе сейчас розочку на башке выложу. Я ложусь спать, Оля. Спокойной ночи. Как получится. Ну, вроде ничего. Теперь фото. Ну, не знаю. Это никак. Это не как по пятибалльной системе. О как! Ну что, Марго готова показать свою розочку? Я, конечно, понимаю, что у нас уже второе свидание, но нет. Ну, а что скажет наш профессионал? Смогли осилить элементарную розочку? И не таких побеждали. Ой, какая прелесть. Неплохо. Ну, очень даже неплохо. Ну, это крепкая пятерка. Поздравляю. А мне просто интересно, сколько заняло производство данного шедевра? Ночь? Да, ночь. Но я сказала, что я докажу, что я готовлю вкусно и красиво. И я доказала. И, кстати, я потратила еще полдня, чтобы приготовить для вас сюрприз. Сюрприз. Я, конечно, не психолог. О, зато я психолог. Я, конечно, не психолог, но если я вижу, что человек ведет себя как задница, значит, он и есть задница. Вот это, вот эта петелечка, это вы. Ну, это уже некрасиво. Так вы сначала сфотографируйте. Красота эта ваша. Чушь полнейшая. Пускайте пыль людям в глаза. Красота, она в помощи, в поступках. Правда ведь, крыса? Это вы мне? Конечно, тебе. Спасибо, кстати, что ты мне вчера не помогла розочку сделать. Меня это очень простимулировало. Тебе, кстати, как розочки? Нравится? Ну да, как и всем. Ох, слава богу. Прям камень с души, честное слово. Девчонки, ну что вам стоим? Давайте, угощайтесь тортиком. Приятного аппетитика. Что, пойдем? Счастливо. Девочки, и запомните. Еду ее хавать надо, правда. А не фотографировать. Ой, подождите, подождите. А вам еще нужен этот сладкий сюрприз? А что? Просто у моего друга день рождения, а он гей, и я подумала, что было бы круто, если бы я ему этот сладкий сюрприз подарила. Но не заказывает же банальных стриптизеров, да? Три тысячи. Да, пусть красота в нашем бизнесе ничего не решает, зато все решает формы. Кто корячился всю ночь, того и гонорар. Готово. Можно подавать к столу. Хотя с такой цыпочкой я бы предпочел подачу в постель. Слава богу, Арамчик, в нашем кафе только столы. Если тебя останавливает только это, завтра же здесь будет кровать. Блин, Оль, это когда закончится? Арам опять приставал ко мне со своими грязными шуточками. Я даже номера столов забыла. Я тебя умоляю, горбатого могила исправит. И то, мне кажется, он там будет приставать к близлежащим. А запомните очень легко. Я вам клички им даю. Вон там, видишь, мурзилка в берете. Это томат убийца. А вон там за дальним столиком пьющая нюша. Окей, давай я попробую. Там мочалка. Это папаша Виндизеля. А это женщина Билан. Умница, дочка. Садись пять. Спасибо. Послушай, я в раскладушку, а не подойдет? Ну, а этого ты знаешь. Товарищ Азабочинян. Пять с плюсом. Толя, я вот что думаю? Что им нести? Пироги или презерватив? В мое время так страстно на людей целовался только Брежнев. Да. Боша делает любовь. Ну, почему ты думаешь, что любовь? Может, они только что познакомились? Так страстно целоваться после чесночных гренок и холодца с хреном? Нет. Это явно любовь. Доброе утро. Или что там у нас за окном? Вечерной. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что? Как всегда, большую крепкую чашку кофе. Так глаза повылазили из орбит. Сделаем. Да и еще кусок твоего пирога. Неповстримого и невероятного, как картины Ван Гог. Ах ты, подхалим. Я принесу тебе такой кусок пирога, что у тебя реально уши поотваливаются. Ну, а какой? Ну, а мой любимый есть? Любой? Со скидкой? Да. Сейчас принесу. Ну, Володька, здоров. Здрасте. Что-то ты к нам зачастил? Ну, так у вас дешево и он сердит. Ну, да. Ты, самое главное, девчонку не обижай. А то у нас тут не только сердит, а у нас смертельно опасно, может быть. Ладно. Ой! Я надеюсь, хахаль твой у нас в кафе не бесплатно кушает? Хахаль мой. Сергей, ты что, с ума сошел? В моем кафе бесплатно пироги никто не кушает. Будешь? Спасибо. Только ты улыбаешься-то не всем, а ему даже пожалуйста сказала. При виде этого парнички наша снежная королева тает на глазах. Ты-то куда? Тает на глазах. Это я потею, потому что вкалываю за всех вас, пока вы тут лясы точите. Сергеич, это просто мой друг. Понял. Только смотри, если ты залетишь, декрет на тебя оплачивать не буду. Тук-тук, я положила все с собой. И мой пирог, и кофе твой. Не ожидал, что в рифмы ты заговоришь. Сколько должен я тебе за хавчик, малыш? Разберемся позже, крепюш. До свидания. Так-так-так, что-то такое было неприкрытый флирт. Кто-то решил втянуть парня в долги, а потом воспользоваться этим. Или проверенный способ к сердцу через желудок. Марго, не говори глупости. Он просто приходит за кофе, потому что рисует по ночам. Рисует по ночам. Было сказано с таким сожалению, но так поэтично. А ты разве не знаешь, что поэзия у меня в крови? Я же из Пятигорска, ты не забыла? А у нас Лермонтова убили. Знаешь, за что? За что? За то, что сувал свой носик не в свои дела. Бип-бип. Олечка, пока наш бизнес не очень прибыльный, я решила подыскать себе вторую работу. Ой, а можно я закрою окошко с китайскими чаями для похудания? А, да, закрой, только ссылку сохранить. О, вот самый популярный сайт с предложением рабочих мест для таких девчонок, как мы. Не, я в порнухе работать не буду. Да ты только дослушай, вот отличное для нас предложение. Требуется профессионал в наведении порядка. Ты-то тут при чем? Ты еле официантка. Олечка, я профессионал в уборке, ты только себе представь. Я в один день потеряла все. Отца, дом, деньги. Все, к чему я привыкла. Да у меня в душе такой беспорядок творился. Но что я сделала? Я взяла себя в руки и навела порядок в голове. Так что с уборкой я точно справлюсь. Если бы ты знала, какой у меня в душе бардак, ты бы посидела. Ты кого-то ждешь? Три часа ночи? Разве только старика Морфея? Тогда не открывай, вдруг это сексуальный маньяк. Маньяки в двери не стучат. Принес я вам слово Божие, дети мои. И слово это, пожалуйста. Пожалуйста, пустите меня в тубзик, а то сейчас у меня из ушей польется. Иди. Только пальцами уши заткни, шик не расплескал. Марго, как дела? Отлично, я ищу себе вторую работу. Вот как ты думаешь, я справлюсь с обязанностями горничной? Не знаю, но костюм тебе очень пойдет. Извини. Да. Это так романтично. Придумай дурацкий повод, чтобы прийти к тебе среди ночи. Прям как у Шекспира в Ромео и Джульетте. Ну да, конечно. Ромео уже к Джульетте под балкон подудолить приходил. Олечка, ну и перестань, ты же понимаешь, что это только дурацкий повод. Он мужчина, он мог справить нужду где угодно, но нет. Он пришел, чтобы увидеть тебя. Стоит припудрить носик. Вот так пойдет? Спасибо, девчонки. Прям как будто заново родился. Ну правильно, орган-то детородный. Вот, я тут рисовал неподалеку, на некоем здании администрации. Вижу, у вас свет горит в окне. Думаю, надо зайти. А тут меня еще охрана увидела, пришлось забегать. А ты всегда к нам в окна заглядываешь, когда рисуешь? Нет, ну бывает. Слышала, бывает. Да, администрация. А что? В баре уже закончились салфетки? Да не салфетки, это же все детские лепят. Нужен холст, понимаешь, нужен объем. Как раз сейчас работаем над арт-объектом прямо на здании администрации. Хотим как бы, понимаешь, показать, проиллюстрировать некое отношение жителей района. Холст, понимаешь, то есть посыл. Понятно. Вандализм. Как мило. И уголовно наказуемо. Кстати, об этом, Оль. А не хочешь завтра ночью со мной в этом, так сказать, поучаствовать? Там только на шухере постоять и все. Шухере? В этом я вообще ас, да. У меня мама в детстве всегда брала в магазин на выходные на шухере постоять. Вот. А у меня, кстати, выходной. Вот, вот. Но только учти, если нас полиция поймает, я скажу, что ты меня насильно затащил. А это еще дополнительная статья. К Малахову не ходи. Да кто поверит, что такой дрыщ, как я, смог справиться с такой тобой? Согласна. Фигню сморозила. Договорились, да? Завтра вечером забираю тебя, и мы... Добро? Добро. Ладно. Так я исчез. Давай, пока. И Ромео исчез во мраке ночи. Вот к чему приводит многолетняя дружба и флирт. У вас будет свидание. Да, на Матичинской администрации, как это романтично, трындец. Давай, иди ищи работу. Во мраке ночи. Олечка, я только хотела сказать, что мне кажется, что... Ты для него больше, чем друг. А для его друга тем более. Так, это кажется здесь. Блин, у меня плохое предчувствие. Фу, тут так воняет. Ты что, Куклачев живешь, что ли? Ладно, давай. Удачи тебе, я пошла. Подожди, ты же обещала, что не уйдешь, пока не убедишься, что там безопасно. Эм, все, тут безопасно. Подожди, а если там сексуальный маньяк? Марго, как ты можешь думать о сексе, когда так воняет? Марго, у меня выходной, я устала, я хочу отдохнуть. Ты молодец, ты нашла вторую работу, я тобой очень горжусь. Работа, конечно, с душком, но ты справишься. Ладно, Оля, если меня там разорвут тигры братьев запашных, знай, что это на твоей совести. Если там будут братья запашные, и ты мне не позвонишь, я тебя сама разорву на миллион маленьких Маргошечек. Договорились. Профессиональная уборка. Надеюсь, никого нет дома. Здравствуйте, девушка. Вы по поводу уборки или поговорим о Боге? Знаете, мне сейчас кажется, что его вообще не существует. Извините, я, наверное, ошиблась. Подождите, я заплачу больше. Маргоша, вот ты где, а я тебя везде ищу. Здравствуйте, мы профессиональные уборщицы, о какой сумме идет речь? Я заплачу двойную цену. Только помогите убраться. А то уже три года все приходят и дверью ошибаются. О, нет, это не про нас. Шо? Да. Ты знаешь, они по отдельности очень даже милые, но вместе это такая вонь. Оль, может, все-таки пойдем отсюда, пока не поздно. Поищем что-нибудь другое. Три цены. Перестань крабить бабушку. Мы согласны, приступаем к работе. Да, тут дня два уборки. Вот это да. Оленька, я впервые тебя вижу не в костюме крепостной крестьянки. Ты прекрасна. Так, чего вылупились? Как будто смерть увидали. Потому что ты смертельно сексуальная. Завтра я буду фаршировать перец с мыслями о тебе в этом платье. Ольга-то у нас, а? Козырная бикса. Ой, пардонте, красавица. Оля, отлично выглядишь для первого свидания. Это не свидание. Свидание, свидание, стопроцентное свидание. Зачем взрослым людям свидание? Это будет просто секс без всякого аперитива. Арам, сделай мне комплимент от шеф-повара. Так, исчезни. Это не свидание. Это не свидание, я повторяю. Я просто вызвалась помочь Володе постоять на шухере. Понятно? Серка красной губной помады. Да. А что, я потом ее сотру, и меня никто не узнает. Оль, вот возьми мои чаевые деньги на свидание и пригодятся. Я тебе еще раз повторяю. Это не свидание. Не возвращайся поздно. Лучше рано утром. Оля, подожди. Да, возьми на всякий случай. Это что такое? Оля, если ты не знаешь, что это, ты находишься в группе риска. Лев? Так, Лев Иванович и все остальные. Еще один намек на свидание, и вы у меня все будете одной большой группой риска. Понятно? Я пошла. Вов, а можно я уже сниму эту дурацкую маску? Да, да конечно. Давно надо было уже. Я вот вообще не понимаю, как дети могут на Новый год в таких масках вокруг елки хороводы водить. Тьфу, как-как, трезвые. А мы нафига их наперли? Чтоб нас, типа, не засекли или что-то? Ну, конечно. И, кстати говоря, я никогда не видел Деда Мороза с, ну, с грудью. Это потому, что у тебя семья полная была. Да. А ко мне каждый Новый год Дед Мороз с маминами сиськами приходил. И говорил, Оля, запомни Деда Мороза, как и твоего папаша алкаша, они существуют. Так, теперь... А теперь уже творить. Сделаем все быстро, как кролики. Сегодня мы просто обязаны доубирать. Правда, я единственное, чего не знаю, как избавиться от этого ужасного запаха. Я не могу понять, почему он меня не поцеловал. Ой, ну, блин, перестань. Не знаю, может быть, момент был неподходящий. Мы гуляли на крыше, смотрели на Москву, пили вино. О, я была в платье. Конечно, неподходящий момент. Может быть, он не знает, что он тебе нравится. Как он может мне не нравиться, я с ним шарохалась по крыше в платье. Я даже сама к нему наклонилась, чтобы поцеловаться. А что ты ела перед этим? Я же тебе сказала, пили вино. Ну вот, очень многие мужчины не любят, когда от женщины пахнет алкоголем. Ну, не в средней полосе России. А если и есть такие мужики, то они окольцованы, как редкий вид. Ладно, короче, что-то это сопли разводить. Давай убираться и убираться отсюда нафиг. Оль, этот лоток стоял здесь миллион лет. Ну, во-первых, не миллион, а всего два года. Он Бузова еще блондинка. Так, давай выбрасывай его быстро. Блин, а! Э! Вытирайте лапы, по мебели не ходите. Да сколько их тут еще, а? Капец. Оля, смотри, кого я нашла у мусоропровода. Такие маленькие, такие мягонькие. Кто-то выбросил сиськи твоего размера? Я вообще не понимаю, как можно выбрасывать таких миленьких. Вот и я говорю. Жизнь! За что ты так? Надо их куда-нибудь перестроить. Ты хочешь забрать их к нам домой? Нет. Я хочу их оставить в этом кошачьем раю. Нам чужого добра не надо. Я думала, ей нравятся коты. Только свои. Я думала, что она плохо слышит. Я все слышу и вижу. Только нос постоянно заложен. Гайморит хронический. Вот в этом вам фартануло, конечно. Я понимаю, что у вас и так очень много кошек, но, может быть, вы возьмете и этих двух? Я вообще кошек не люблю. Вот мой муж покойный, да? Он их обожал. Разговаривал с ними. Гулял, целовал. Я ревновал даже. Вот теперь они напоминают мне о нем. А котят забирайте. Вот видишь, человек был счастлив, потому что любил и был любим. Да он кошек любил. Ты что, глухая, что ли? Да какая разница? Главное, есть что вспомнить. Ну да. Я тоже это, Динамо, в жизни не забуду. Блин, ну почему меня не поцеловала? Ну не знаю, может быть, тебе его самой поцеловать? Ну он же тебе нравится. А зачем скрывать свои чувства? Мне самой? Нет, я не смогу. Это, конечно, не мое дело. Но даже кошки сами трутся об котов. А, посмотрите. Спасибо. Учту. Но, по-моему, это два кота. Ой, мне надо срочно в душ. Как я рада, что мы закончили убираться в этом кошачьем аду. А давай туда песика закинем, устроим там собачий рай. Может, все-таки в хлорке постираем, а? Олечка, нет, я не хочу пахнуть ни котом, ни бассейном. О, смотри, Вова, судьба его сама к тебе ведет. Давай, иди, поцелуй его. Давай. Девчонки, а вы... Что здесь, депутат? Все свидетели, а? Володя! Что тут происходит? Это... Это... Моу-нум э Агата. А, вы, наверное, не понимаете, меня зовут Агата. Почему вы целуете моего амурэ? А... Кто? Я? А, ну да, это... Это обычный такой. У нас принято так, между прочим, на Кавказе. Когда встречаются, и люди целуются. Вот, чтоб знали. А я из Лондона. Хеллоу. Олечка, у тебя все в порядке? А то сорока на хвосте принесла, что какой-то подлез тебе сердце разбил. Лев Иванович, с сердцем все в порядке. А сороке я хвост общипаю. Ольга. Ты это... Самое главное, не гони, а? Все ровно будет. А с этим, если хочешь, я с ним по-мужски перетру. Сергеич, да все в ажуре, не переживай. Все хорошо. Оленька. Ай. Если это тебе поможет, а это тебе поможет. Мой ствол в твоем распоряжении. Ты на что намекаешь? Для тебя на что угодно. Арам, да все хорошо, правда. Сосновская овца. Ты что, всем растрепала? Я обмалывалась только парой словечками с Арамом, извини. Знаешь что, это ты во всем виновата. Ты меня заставила поверить, что он мне нравится. Я еще целовалась с ним. Тоже мне гузей ва... Оль, я не виновата, что он оказался бабником. Оль, привет. Мы закрыты. Давай поговорим. А вот и сладкая парочка голубцов для столика 69. Оля. Слушай, Володя, ты все правильно сказал. Мы с тобой не целовались, не встречались. Руки ты на меня не распускал. Все правильно, девушка. Прежде чем облизывать его зубы, убедитесь, что у него нет французской жабы. Оля, прекрасно. А может, я мультащинская, а может, сразу две. Оля, я хотел тебя поцеловать. Я до сих пор хочу тебя поцеловать. Просто я не хотел делать это, пока у меня есть отношения с другой женщиной. Я думаю о тебе постоянно. Когда я сплю, когда я ем, когда я рисую. Ну, чаще, когда я ем. Но, 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 все, что у меня с Агатой, это, это любовь. Это была, это была любовь. И это все в прошлом. Но и пока в настоящем. Я не знаю, что мне делать с этими чувствами к тебе. Она из-за этого кошкой в душе скребет. Слушай, вот не надо только про кошек, ладно, Володя? Это мне в душу нагадили. Ладно, я приберусь. Ну, не надо твоими проблемами, мой мозг. Нет, ну, ладно. Если бы ты сказала, Оля, я хочу с тобой переспать. Я бы, конечно, повыделывалась, покобенилась там. Но я бы согласилась. Да я не имел в виду секс. Какая ты скотина. А зачем тогда ты среди ночи по какой-то глупой причине приперся ко мне, потащил меня на крышу на свидание? Ты, Вова, Дед Мороз. Тебя нет. Ты не существуешь. А жизнь-то налаживается. Мы неплохо заработали на кошках. Да, не считая выброшенных вещей. Хочешь, я тебе сейчас скажу одну вещь, она тебе, скорее всего, не понравится, но я все равно ее скажу. Зачем тогда вопрос? Мне понравилось то, что сказал Вова. Тебе и творчество Егора Криде нравится. Он просто хотел быть максимально честным, поэтому и не поцеловал тебя. Да, ты права. У нас было с ним все, как у Ромео с Жилетто. Сейчас пойду домой, осталось отравиться. Ага. Нет, карта не сулит мне любовь. Ох, перепихон по пьяни. Вот моя стихия. Подожди, пока Джульетто накладывает на себя руки. Вот эта карта обещает тебе любовь. Да, ну, не, это не я. Ну, и не его девушка. Как ее там, Алмаза? Агата, ты прекрасно знаешь, как ее зовут. В общем, это не она. Господи, как это романтично. Романтично? Романтично было бы, если бы человек, который нарисовал эту картину, на свидание меня поцеловал. Так как этого не было, пойдем отсюда, и так тошно. Ты все равно у меня самая крутая. и теперь на тебя будет смотреть весь город. Угу. И годить птицы. Джульетта! Да, кормилец. Оль, парни за тем столиком заказали пиво, а у них нет документов. И что мне им, свой паспорт дать? Ну, а вдруг я им принесу пиво, а им нет 18? Я с этой модой на борту вообще не понимаю, сколько парням лет. Молодые люди, извините, без документов у нас спиртные напитки не отпускаются. А борода вам ни о чем не говорит? Говорит. Говорит о том, что если все начнут с крыши прыгать, вы тоже прыгнете. Бояре. Женщина, что вы себе позволяете? Себе все. Документы давайте. Так. Всем шампанского за счет заведения. Я говорю, пач, пар, бегом. Алексеич, у нас этой кислятины отродясь не было. Раз нет шампанского, налег мне чайку и все. Я не пойму, а что ты такой счастливый, как будто в девяностые вернулись? Батюшки, да мы машину купили. Не машину, а мустанг. Форт мустанг, 1966 года выпуска, ясно? Ты что, утилем занялся, что ли? Какой утиль? Это раритет, ты что? Слушай, а у меня во дворе копейка стоит, гниет. Может, бомжам сказать, что это раритет, они гадить туда перестанут, а? Вот сразу видно, что баба, тебе только чай разносить. Чего стоишь? Чай, говорю, неси. Да несу, несу. Уйди. Ласточка, мой жеребец, а точнее, 200 жеребцов. Не дай бог с ним что-то случится урою. Так что смотри, что вы глаз да глаз понял? Подожди, Сергеич, я же гардеробщик, а не охранник. А вот с этого дня ты еще и личный охранник моего скакуна. Понял? Понял. Андрей Сергеевич, так вы, если так волнуетесь за свой автомобиль, вы бы его взяли да застраховали. От дураков не застрахуешься. А вот вы очень ошибаетесь. Сейчас можно все застраховать, начиная от автомобиля, заканчивая тем местом, на котором вы в нем сидите. Да? Я сейчас вам покажу. Вот. Можно застраховаться от аварии, от пожара, от падения метеорита. Можно даже застраховаться от незастрахованных водителей. А вы говорите, нельзя. Сергей, что ты голову морочишь? Самая лучшая страховка – это ментовская фуражка. В машине сзади брось, доеди спокойно. Точно. Молодец, Оль. Баба соображает. Маргарита? А Оля работает? Не знаю, сейчас гляну. Угадай, кто пришел. Мой баде с элементами за все года? Нет, там Вова, он просил позвать тебя. Ага, сейчас. Я вам сказала, чтобы он порог не переступал. Он, наверное, бросил ту свою мымру. Если она мымра, то кто тогда я? Оля, а ты шикарная девушка с аппетитными формами. Художники только таких и любят. А она плоская, как чувство юмора Арама. Наверное, он бросил ее и теперь хочет быть с тобой. Правда? Да. Я тебе умоляю, что ты несешь? Оля, когда я была очень богата, я никогда не понимала, что парням от меня нужно. Я. Или деньги моего папы. Но у тебя нет ни папы, ни денег. Поэтому остаешься только ты. Слушай, сомнительный способ повысить самооценку. Он, наверное, пришел сказать, что влюблен в тебя. Это так трогательно. Ты ведешь себя, как малолетка, честное слово. Как я выгляжу? Мимо укропа нет зубов, а? Да нет идеи. Володь, привет. Оля, привет. Хотел с тобой поговорить. Ну, поговори. Так. У нас с тобой совершенно особенные отношения. Очень теплые, доверительные. Да? И я не хотел бы это потерять. Ты особо не волнуйся, Володь. Я баба, которая не теряется. Так, я много думал по поводу того, что у нас произошло. Или не произошло. Вот. И подумал, а давай просто забудем все. И как будто ничего не было. И просто будем общаться, как старые добрые друзья. Ну, как? Че ты думаешь, подруга? В смысле? Ты серьезно, что ли? Ну, да. А что? Просто стоим, общаемся, как старые добрые друзья, да? Так бывает. Ну, куда-то шла ты? Да. Ну, иди. Все нормально? Да, абсолютно. Фух, слава богу, прям отлегло. Там такое облегчение, как будто везде хотел в туалет, кто такой раз и сходил. Снова могу шутить про свои гениталии. Ну, ты давай только без фанатизма. А то можем и получить за такие шутки по гениталиям. Ну, ну, мне оставь-то. Оля, я пытаюсь сделать рассылку с рекламы нашего бизнеса. Но здесь такой тупой интернет. Что у тебя за провайдер? Не за пароленный вай-фай. Ну, это так проще в любую кафе зайти и оттуда отправить. Кстати, как тебе наша реклама? Прикольный цвет, красивый шрифт. Ты меня похвалила? Я так и знала, у тебя депрессия. Что? Нет. Ты так переживаешь и за Вову, что даже не можешь обгадить мои начинания. Да не гони. Мне правда нравится и цвет, и шрифт. Это тебе настолько плохо, да? Хочешь, я тебя обниму? Да не надо. Ты что, гонишь, что ли? Иди ты в задницу. Я же знаю, как он тебе нравится. Он даже нарисовал вас целующимися. А теперь, видите ли, хочешь, чтобы вы с ним остались просто друзьями? Да я бы на твоем месте из кровати не вылазила бы. И это я сейчас говорю не о сексе с первым встречным. Оль, а может, действительно ляжешь, полежишь, включишь хорошую мелодраму, хорошенько так поплачешь? Ну, помогает. Слушай, мне аппендицит вырезали без наркоза. Я даже не пикнула. Если мне будут вправлять нос, я, может быть, и пущу слезу. Ну, чисто рефлекторно. Единственное, что я сейчас могу сделать, это напиться и забыться, утром проснуться с головной болью и кучу других проблем. Например, отсутствие денег и работы. А может быть, и того, и другого. Понятно? Может, все-таки мелодрама? Да у меня вся жизнь как мелодрама. Особенно в отношении с мужиками. А ты не заметила, как мне везет? То мне попадается парень, у которого уже есть девушка или жена, а если мужчина свободный, то он обязательно либо пьяница, либо бандит. А то еще хуже. Что может быть еще хуже? Пьяница, бандит, у которого есть жена. Капец, как ты еще не разочаровалась у мужчины. А я в них не очаровывалась. Ну, ладно. Тогда я поехала. Давай. Надеюсь, что в кафе есть свободные места, потому что не хочется из-за интернета ехать до метро. Оль, у тебя точно все хорошо? Может, я все-таки тебя обниму? Все отлично. А ты давай езжай в метро. Там сейчас час пик. На, обнимаешься. Одиночество, сволочь. Одиночество, скука. Что-то забыла? Да нет, как раз вспомнил. Ты вечернюю смену сегодня работаешь. А, это ты? А у нас туалет не работает. Я здесь не ради этого. Просто зашел сказать привет. Привет. Вот, и это тебе. Ну, не надо было так утруждаться. Тем более в полисаднике под моим окном она смотрелась гораздо лучше. Вообще-то это питьевая. Ой, не надо, Стати уже все равно испортилась. Ты в порядке? Я? Да, отлично. Просто я рад, что эта ситуация тебе, ну, ты не восприняла ее близко к сердцу. Я несколько дней прям места себе не нахожу. Володь, тебе все равно ничего к не светило. Я люблю брутальных мужчин. Смелых, сильных. Способных на поступки. Спасибо, батюшка, за то, что осветили. А это так, пожертвование. Не стоит. Ты не волнуйся, Андрей. Мы все рабы Божьи и на все воле Его. Господь все видит и воздает каждому по делам Его. Да? Батюшка, тогда вот еще пятерочку возьми. Это для бедных сироток. Ну, что ты по всему? Ты человек хороший, Андрей. И деяние твое яркое, тому подтверждение. Аминь. Это уже лишнее. За что, Господи? Видать, грешен. В общем, та утренняя рассылка, она сработала. К нам только что поступил заказ на выставку андеграундного искусства. Вот андеграундное искусство. Нам нужно испечь 50 пирогов до завтрашнего вечера. Сколько? 50, но ты ахнешь, когда узнаешь, сколько нам заплатят. 15 тысяч. Ну что, согласна, что я у тебя гений? Да я не ахну, я ахну. Слышишь, гений, я не буду ничего печь. Как не будешь? Почему? Да потому что, нифига себе наглая рожа. Она полчаса в интернете просидела, а я завтра целый день с этими пирогами колупаться буду. Оль, ну ты только представь, что твои пироги попробует вся богемная молодежь. Послушай, чтобы попробовала мои пироги вся богемная молодежь, мне нужно в начинку получить кокосовую стружку из Колумбии. А я такие пироги не пеку. У меня на такие пироги денюшек нет. В общем, Оля, я не хотела тебе этого говорить, но на этой выставке будет твой Вова. А, извини, нет. А, твой друг Вова. А так как ты больше к нему ничего не чувствуешь, то ты сможешь спокойно соблюдать статус-кво. Статус-кво? Это что, песни про Арнию, что ли? Короче, не морочь мне голову. Оль, ну, Оля, я знаю, что объем очень большой. Я помогу тебе, сделаю все, что ты скажешь, честно. Я целовалась с Вовой. Что? Когда? Ну, ты когда ушла, он через несколько минут пришел. Оль, ты что, начала бить в колокол? Это он на меня набросился, а не я на него. И вообще, я жертва обстоятельств. И слава богу, что эти обстоятельства не стали хуже. В каком смысле? В горизонтальном. Так ты его все-таки любишь? Нет, я просто люблю целоваться в засос со своими друзьями. А вот я всегда знала, что между вами не просто дружба, потому что дружба между мужчиной и женщиной бывает только в одном случае, если у них был секс, но секс обоим не понравился. Ты что, книгу Оли Бузовой прочитала? Так он порвал со своей девушкой? Слушай, откуда я знаю? Я что с ним, разговаривала на эту тему? Знаешь, очень неудобно разговаривать, когда у тебя во рту еще один язык. И что ты думаешь делать? Ну уж точно не печь пироги. Для Володи и его французской жабы. Ой, да мы с ними там даже не пересечемся. Мы туда приедем, отдадим пироги, получим деньги и уедем. Ну, это что получается? Я сегодня отышачу смену, приду домой, всю ночь проколупаюсь с пирогами, которые повезу на выставку парню, с которым я целовалась, и там встречусь с его девушкой, да? Гениально. Слушай, а может мне сразу в Дом-два поехать? Так, запах почули и пафоса, походу сюда. Да что ты плетешься там? Я в фитнес-клубе не была полгода, но даже там таких тяжестей не таскала. Если вы на выставку андграундного реализма, то она начнется только через час. Нет, мы ищем Виссариона, мы принесли пироги и хотели бы обсудить оплату. Ага. И чтоб сына Иосифа мне называл, мало ли. Ну, заходите. Он где-то там. Это такой высокий парень с бусами. Парень с бусами. Пошли. Я так люблю галереи и все, что с ними связано. У нас с папой был свой арт-фонд. Мы помогали молодым художникам избавиться от наркозависимости. То есть сделали все, чтобы они перестали быть художниками? Оля, посмотри туда. Он что, с ума сошел, что ли? Подожди, он же мутит с этой француженкой. Короче, быстро сейчас находим этого мужика, забираем деньги за пироги и валим отсюда. Мадам, канди-бобери, сюда идите. Мы не находим вашего этого мужика в бусах. Поэтому давайте расплачивайтесь, мы уезжаем. Нет, вы не уйдете. Вы будете разносить пироги. Мы, по-вашему, на кого похожи? На официанта? А за что вы думаете, вам платят 15 тысяч? Так, мы так не договаривались. Позовите, пожалуйста, своего... Виссариона. Он сейчас занят. Он устанавливает ледяной пенис. Символ того, что настоящие мужчины тают на глазах. Ну да. Мужику в бусах виднее. В общем, я сейчас позову того, кто свободен. Агата, поговори, пожалуйста, с девочками. А она что здесь делает так рано? Бонжу, русские матрешки. Помните меня? Я Агата, девушка Вовы. А я Оля. Ну, подружка Вовы. Мы друзья. Он друг, я друг, мы прям... А я Марго, подруга Оли. Мы тогда вместе были на улице. Да, мы на улице вместе были. Мы всегда вместе. Она на работе, дома. Бизнес-партнеры. Это я дала объявление в интернете. Хотела сказать вам большое спасибо. Я уже голову сломала, пытаясь найти Олю. Понимаете, Вова постоянно говорит о ваших русских пирогах. О, Мансур. Я только и слышу. Олины пироги такие вкусные. Олины пироги такие нежные. Олины пироги такие пышные. Вот я и решила заказать ваши пироги в качестве закуски. Закуски, да. Ну, если есть закуска, значит, наверное, есть и выпивка, да? Биллиансур. Будет французское шампанское. Так что вы пока раскладывайте свои пироги, предлагайте их гостям. Вы же все-таки официантки. Главное, не стойте на месте. Циркулируйте. Тем более тебе это будет полезно. Циркулируйте. Вот жаба французская, как дала быть, честное слово. Пошли. Сейчас Вова придет и увидит, какие патлы вы дергите. Оль, мы не можем уйти просто так с нашего первого заказа. Девчонки, шампанское куда ставить? А давай сюда. Оля, я только что подслушала разговор Агаты с подругами. И у меня есть отличная новость. Походу, она не знает, что вы с Вовой целовались. Че ты орешь? Возьми всем расскажи, чтоб все услышали. А еще я узнала, что она дочь французского посла, что она пользуется блеском для губ от Шанель, и что сейчас она говорит с Елизаветой Боярской. С Елизаветой Боярской? Каналья! Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и спасибо тебе за твоих подруг, дочь! Мне кажется, ты там немного не попала в размер, но... Ну, смысл ты поняла. Ой, клянусь, я не знал. Ты не знал, что у тебя есть девушка? Он не знал, что у него есть девушка. Не переживай, она в курсе всего. Зачем ты ей рассказала? А зачем ты нарисовал картину, где вы вместе целуетесь? Еще и вывесил ее на общее обозрение. Может, пока-то сами разберемся с этими проблемами, пока ты всем все не рассказала? Хорошо! Хорошо! Тогда я пойду посмотрю пока, как тает мужское ледяное достоинство. Ольга, мне очень неловко. Если бы я знал, что Агата будет заказывать пироги, я бы тебе давно сказал. Неловко это мне находиться здесь, видеть твою девушку, видеть эту картину. Вот скажи мне, ты ее вообще повесил бы. Это моя любимая работа. Агата знает? Агата не знает. Ольга, все очень сложно. Все очень сложно у малолеток ВКонтакте. Скажи мне, ну почему ты мне и не рассказал, а? Интересно, сколько вы вместе уже с Агатой? Два года. Сколько? Ну и скотина ты, Володя. Оль, я хотел тебе рассказать, просто не было удобного случая. Как это не было удобного случая? Ну ты же вчера мне мог рассказать, когда держал, когда держал мою грудь. Володя, Монаму. Подойди, пожалуйста, там люди очень хотят с тобой познакомиться. Оля, вы почему стоите? Мы вам все равно не заплатим, пока гости не съедят все пироги. Поэтому давайте, циркулируйте. Так. Все, мне это надоело. Нам нужно разойтись, пока мы не сблизились, так как на картине. И знаешь что, Володя, между мужчиной и женщиной дружбы не бывает. Это просто бред сивой кобылы. Поэтому я ухожу, и сейчас точно. Марго, пошли домой. Я только что заловалась с обувью. Ты же руки пошла мыть. Угу. И он тоже, представляешь? Ну откуда я знала, что у них тут общий туалет? Хорошо, что хоть пятиуаров нету. Это кому-то было бы неудобно. Ну явно не мне. Оль, мы не можем уйти, пока не съедят все пироги. Нам за это не заплатят. Да господи, я что, им глотку буду засовывать, что ли? Хотя тут один есть, я бы ему не только в глотку засунула. А вы чего прохлаждаетесь? Кстати, оставьте один кусочек сладкого пирога для Володи. Он, конечно, и с мясом съест. Но любит он сладкий. Подавись. Оль, я не могу смотреть, как ты мучаешься, поэтому вальм отсюда. Нушник, пока у меня пятнадцать тысяч в лифчике не будет, я порог не переступлю. Ну хорошо, тогда я опять иду циркулировать по залу. Подожди ты, циркулярка. Нам сказали, деньги заплатят, если не останется ни одного кусочка пирога, так? Так. Ну а чтобы их есть? Никто же не говорил. Ну что ты намекаешь? Я тут одну комнату видела, посредине там большая куча мусора. Оля, это инсталляция. Да мне пофиг. Сейчас мы будем делать из нашей русской закуски произведение искусств. Скажи, а... Оль, а может не надо? Я тебя из хаты выгоню. Закрой глаза, открой рот. Поняла? Вот и умница. Дальше сама. А ты? Я в отличие от тебя по мелкому не работаю. Оля, ты чокнется. Ну что, а теперь идем творить искусство. Оля, просыпайся, ты проспала работу у Илона и она тебя уволит. В смысле? Блин, моргония, рюмя, голова разрывается. Ой. У меня вливчики вишенки. И это не грудь. А я вчера до инсталляции в последний раз даже не дошла. На меня все косо смотрели. Где наши деньги? А у нас нет денег. В смысле, мы работали бесплатно, что ли? Нет, мы заработали пятнадцать тысяч. Но мы все потратили вот на это. Чего? Ой. Пятнадцать штук! Подожди, а... А почему я тебя не остановила? А потому что ты очень увлеклась беседой с каким-то мужиком с козьей бородкой о том, что они все козлы. И что мне с этим делать? На стенку повесить или в Третьяковку ее отнести? Ты же хотела порвать с Вовой. Порви ее! Уничтожь! Разломай! Овца, блин! Пятнадцать косарей! Ты вообще башкой своей думала, нет? Я сейчас иду спать, чтобы... Чтобы не проспать свою основную работу. Вот дура, блин! Где ты взялась-то, мой волк? Вот! Пятнадцать косарей! Пятнадцать косарей!